Добрый день, здравствуйте! Сегодня у нас поход в ресторан. Ресторан называется Анадолу. Здесь готовят многонациональное блюдо. Раньше в основном готовили только турецкие блюда. А теперь и европейские, и наши азербайджанские, и турецкие. Вы можете заказать любое блюдо и будете удивлены насколько это все быстро и вкусно. Я хочу сделать маленькую экскурсию. Вот посмотрите, у них швейцарский стол. Каждый человек может подойти и взять все, что хочешь. Особенно меня удивила вот эта рама с медом. Натуральный мед. Уголок для чая. И в то же время стены, увешанные фотографиями знаменитых людей. Актеров, певцов, художников. И чистота, и порядок. Тихо, спокойно, чисто, уютно. И все очень простенько. Сегодня я пришла в этот ресторан приготовить наше национальное блюдо. Левяньги. Левяньги готовят с рыбой и с курицей. Я пойду переоденусь, а потом, потом начнем работать. Я одела спецодежду. Это куртка, фартук, перчатки, берет. И теперь можем готовить. Мне принесли все продукты. Как видите, все в порядке. Надо начинать. Первым долгом я возьму рыбу. Рыба у нас форель, свежая, розовенькая. И что же мы будем делать с рыбой? Вначале мы ее отложим в сторону. И я вам скажу, что нужно для того, чтобы начинять. Лавашана. Это кислый продукт. Орехи грецкие. Перец. Соль. Соль. И лук. Чуть-чуть понадобится оливкового масла. Нам заранее приготовили. Измельчили орех. Я покажу, как надо приготовить лук. В принципе, мы делаем начинку для рыбы. Орех можете измельчить прямо в каком-нибудь кулечке, помять ее скалкой и будет готово. Нарезать даже не нужно. Лук можно потереть через терку. Можно нарезать мелко. Главное, чтобы он отдал свой сок. Этот сок нам не нужен. Мы его выливаем и выкидываем. Если через терку он станет мягенький, если нарежете, он будет немножечко такой, как бы сказать, чувствоваться. Выбирайте сами. И тот, и этот вариант вам подойдет. Теперь берем соль и насыпаем на лук, чтобы он выпустил свой сок, так как мы его нарезали. Но если бы мы натерли его на терке, нам этого делать не пришлось бы. То есть мы туда не добавляли бы соль. Просто выжали бы этот лук. Воду слили, а то, что натерли, использовали. Отложим это в сторону, потому что у нас уже все это готово. Вот здесь у нас и лавашана, и орехи, и лук, соль и перец. Все, что нам нужно. Все перемешано. Когда это сделается заранее и можете оставить его в холодильнике, ничего с ним не случится. Ну, несколько дней, конечно. Теперь берем рыбу. Что же делаем с рыбой? Обязательно надо чуть-чуть полить ее маслом. Масло оливковое. Внутри и сверху обмазываем его полностью маслом. И посыпаем солью. Рыбка должна быть подсоленной не внутри, только снаружи. Теперь есть люди, которые любят чуть покислее, а есть люди, которые любят умеренную кислоту. Поэтому мы начинку делали с умеренной кислотой. А сверху я намажу еще немножечко вот этой лавашаной. Лавашана что это такое? Это сливы, которые сушили, потом сделали из него пастилу. А пастилу потом вымачивают и с нее уже делают вот такую кислую массу, кислый соус. Теперь начиняем начинкой. Не надо начинять так, чтобы оттуда все выпирало. Потому что потом мы будем сшивать. В ресторане это не сшивают, а берут зубочистки и протыкают им, чтобы это все просто не вывалилось. Пока рыбка не приготовилась, она немножечко такая, знаете, скользкая. Теперь я отдам эту рыбу. Печка называется фырен. И мастер, повар отнесет это в фырен. И там все это приготовит. Сколько же время это готовится? Фырен это печка, которая как тендир. Она очень горячая, температура там высокая. Поэтому эта рыбка будет готовиться всего каких-то 10-12 минут, а может и 15. Потому что она маленькая. А вот если мы будем это готовить дома, вы будете задавать вопрос обязательно. Дома заранее надо разогреть духовку 220-240 градусов. Вот посмотрите, идет наша рыбка в фырен. Даже, как говорится, с краю ей очень жарко. Оно уже начинает шипеть в сковородке. Значит, дома, если у вас маленькая рыбка, выпекаем его 15-20 минут. Если килограмм или полтора, или два, то время будет больше часа, а то и полтора. Ну что ж, я жду повара, который нам поможет приготовить пиццу. Все-таки для пиццы нужен специалист. Дома мы его готовим. По-иному. Все готовим. Посмотрим, как же готовит специалист Анадолу, который будет готовить пиццу под названием Анадолу. Я же буду озвучивать его. Тесто дрожжевое. В тесто идет мука, сахар, дрожжи, соль, оливковое масло. Замешиваем тесто, оставляем на 3 часа. Потом берем тесто, делаем клубочки и убираем это все в холодильник до тех пор, пока оно нам не понадобится. Теперь же можно уже раскатывать и готовить пиццу. Ну, чтобы у нас не уходило много времени, наш мастер заранее раскатал тесто, так как мы готовим в зале. Мы не заходили там, где мастера работают. И вот такое тесто он нам раскатал. Именно есть специальные сковородки, вы знаете, для пиццы. Сделал бартау пиццы тонкие и очень красивые. Теперь будем продолжать дальше. Пожалуйста, продолжайте. Возьмем томатные помидоры, консервированные, итальянские. Они не имеют соли. Вернее, там очень мало соли. Добавляем туда соль, орегано. И теперь все это аккуратненько выливаем на тесто. Хорошенечко размазываем. Я спрашиваю у мастера, что же там такие вот точечки есть. Он мне объясняет, что это орегано сухое. Добавляется он именно в сухом виде, измельченный в наш томатный соус, скажем так. Не надо наливать много. Вот именно в таком порядке должно быть количество соуса. Теперь посыпаем сыром. Сыр моцарелла. Не очень твердый. Средней твердости. И распределяем по всей поверхности. Обычно я, когда делаю дома, я посыпаю сыр сверху. Может быть, вы тоже так делаете. Но, оказывается, надо его, как говорится, это будет второй слой у пиццы. Теперь же добавляем сюда грибы. Грибы не сырые. Их чуть-чуть нарезали тонко и чуть-чуть как бы ошпарили. Минут 5 в кипяточек. Теперь выкладываем на пиццу. А дальше они будут готовиться в печке. Фарыни. Дальше идут сосиски и колбаса. Колбаса халал. Сосиски тоже халал. Это значит, они не содержат свинину. Здесь телятина, говядина, баранина. Тоже очень тонкими кусочками. Распределяем по поверхности. И следующий у нас будет курица феме. Копченая. Нарезаны они квадратиками. Тоже не на большие кусочки. И вроде бы всё. Наша ассартия всё заняло своё место. Остались только помидоры и оливки. Как видите, очень много всего, но всего по чуть-чуть, чтобы получить весь вкус этого букета. Добавляем помидоры. Добавляем помидоры. Тоже очень тоненько нарезанные. Сейчас зима, помидоры чуть-чуть бледненькие. Ну, ничего не поделаешь, парник. И посыпаем нарезанными оливками. Оливки в данный момент, как видите, чёрные. Всё. Теперь отправляемся в печку, в фронт. Сколько же нас надо печь? Они пекут 5, 6, 7 минут. Смотрят на цвет. А мы, думаю, будем печь, опять же, 220-240 градусов. Минут, наверное, 10, а то и 12. Отправили пиццу в печку. Раньше эти печки были, топились деревом, а теперь газом. Наша рыбка готова. Мне её принесли. Тарелку сервировать достанется мне. А вот повар украсил её по своему вкусу. Тут есть наршарап, огурцы и морковка с петрушкой. Обязательно снимаем вот эти зубочистки. И ни в коем случае не подавать с ним вместе. Как же мне разместить эту рыбку здесь? Я бы, например, разместила бы её, вернее, рисунок сделала бы немножко другой, чтобы моя рыбка поместилась. Или после того, как поместила бы рыбку, сделала бы рисунок. Ну, ничего не поделаешь. Хозяин-барин. Насыпаем сюда гранаты. И смотрите, сколько вы хотите, столько и накладывайте. Берём лимоны. Тоненькие долечки. Накрываем нашу рыбку. И можно сказать, всё, немножечко орешков. Блюдо готово. Вот так. Помогая друг другу, мы приготовили два блюда. Я рыбу, а повар наш пиццу. И приглашаем вас за стол. Готовьте вы тоже. Готовьте по нашему рецепту. Хотя я вам не сказала, чего, сколько грамм. Тут всё на глаз. Рыба большая, больше продуктов. Рыба маленькая, меньше продуктов. То же самое и для пиццы. Вот моя рыбка. А вот пицца от повара. Приходите в ресторан, пробуйте, ну и дома готовьте. Это не трудно. Отличие этой пиццы в том, что эта пицца именно называется анадолу. И она не содержит столько сыра. То есть, оно, можно сказать, диетическое. Масла в нём не так много. Когда много сыра и много масла, вы же знаете. Ну что ж, на этом хочу попрощаться с вами. Пожелать вам удачи. Видите, какая тоненькая-тоненькая пицца. Края хрустящие. А середина такая тонкая и сочная. Не забудьте поделиться видео. Поставить лайки, написать комментарии. И я жду от вас предложений. Каких? Во-первых, если у вас что-то... Повар вас приглашает в ресторан попробовать пиццу, приготовленную им. А я предлагаю вам дома приготовить такую рыбку. Она очень вкусная. О предложении. Предложение я хочу услышать от вас. Или прочитать в ваших комментариях. Что бы вы хотели попробовать приготовить? То, что мы готовим не каждый день. Может быть, есть какой-то ресторан, где его готовят. И я обязательно постараюсь узнать у них, как это готовится. А пока всего вам доброго. Желаю удачи, счастья. Кто не подписался, подпишитесь. И заходите ко мне ещё. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok